Расскажите, как у вас? Да и как у нас? Полный бардак и, в общем, на самом деле, как ты знаешь, ситуация тухлая абсолютно. То есть полный бардак в городе, семиколандирщина, ну, в общем, военная ситуация, военная ситуация хреновая. Ну, это, я думаю, ты знаешь и понимаешь. Вот. ДНР стало похоже на хрен с головкой в виде Донецка и, в общем, перспективы слабенькие, честно тебе скажу. Есть проблемы с взаимодействием с Ходоковским, который вообще, согласен, разговаривает только с теми, с теми, ни хрена. Да, вот тут проблемы есть, есть всякие вопросы, которые накапливаются к нему, естественно, существует жуткое недоверие. А сам-то ты ему веришь? Не очень. Я его, в принципе, когда выслушиваю, я все его мотивы понимаю, да? Но есть же куча всякой фактуры, понимаешь, херовой. И ее, конечно, к сожалению, с каждым днем становится все больше и больше. Вот. Провел сегодня совещание с бизнесменами, ввел этот 5-процентный налог. Так сказать, я думаю, что сейчас мне будет звонить из администрации, задавать всякие вопросы на эту тему. Но я буду говорить, ребята, это же ваша группа экономистов, вот они все вместе работают. Вот они меня, так сказать, пришли, мне экономическую доктрину изложили, и я ее выду. Что, собственно, является правдой. А все остальное меня и колышит. Тем более, что я все равно никаких экономических перспектив пока не вижу. А что сказали бизнесменами? Ничего, встали, покивали головами, пошли думать. Они там вахли, находятся, понимаешь? Весь город в беспрежимных отжимах и, так сказать, стрельбе. Ну, то есть нормально все. Вот. Да, самая большая проблема, которая у меня сейчас есть. У меня заканчиваются бабки. То есть вот эти, так сказать, 150, которые я взял с собой, они уже практически все. Потому что 50 Захару, миллион гривен Игорю, плюс все остальные расходы, да? Вот деньги на месте, они будут, на самом деле, недели через две, понимаешь? Но будут. Каким-то более-менее потоком. Будут, если недели-две, то ситуация продержится. Понимаешь, если ничего не изменится в военном плане, то ситуация две недели не продержится. Если не продержится, то, конечно, не продержится. Саш, ну ты мне не грузись так сильнее. Ты же знаешь, что мы договорились про это 180, бери. Остальное надо пытаться наложить. Если потока еще не будет, значит, еще организуем по тому же канал. Хорошо, договорились. Очень простая история и быстрая. Саша, еще у меня у нас есть просьба. Угу. Сейчас, вот, с отцом Тихоном. Мы находимся в поездке. Вот. Очень важно было бы, чтобы легендарный дал интервью, которое было бы показательно военности. Где он сказал, вот я добрался, наконец, в Донецк, что вообще вот это все, что здесь творится, ну, там, условно говоря, кургиняны, какие-то люди в сети, которые пишут про то, что я тут, как бы, против верховного главнокомандующего. Так вот, говорю, я офицер, у меня есть полный главнокомандующий, да, значит, в настоящий момент я, понятно, не выполняю его прямые приказы, потому что я нахожусь в другом государстве, но отношусь с величайшим уважением, считая его, там, ярчайшим людям современности, благодаря которому Россия встала в колен. И мы все надеждаем на него, не смысл того, но когда же, сколько можем. А смысл того, что мы там вот любим, верим, он наш идеал, и какие бы решения он не принимал, мы будем выполнять любые его решения, потому что считаем, что он многомудрый лидер русского мира. Это должен сделать не ты, а он. Я все понял. По тебе вопросов меньше. Ты с этим, со стрелковым, обобщался уже, как бы? Да, так, чуть-чуть. Ну, да, каждый день по чуть-чуть. Ну, находите понимание, нет? Ну, нет, честно говоря. Да, он немножко, как бы, слушай, ебнутый полковник, давай откровенно, да, вот. Люди, которые с ним приехали, они низкого качества. Его понятие о войне в городе, в конгломерации на полтора миллиона человек, когда он вызывает мэра города и говорит, давайте останавливать общественный транспорт и взрывать девятиэтажки на окраина города, ну, как бы, блядь, на голову не наденешь. Ты знаешь же, он полностью дестабилизировал и сорвал работу всех торговых сетей, и все. Мы в голод входим, потому что мы не можем убедить стрелковых хоть что-то пропускать. Он уголь, блядь, не пропускает, на шахте останавливается. Он воюет заебись, но, блядь, понимаешь как, получается, врагов погибнет меньше намного, блядь, чем мирного населения, блядь, которое он освобождает. Я понял. Он занимается абсолютно, блядь, не своими делами. Он сидит там по десять часов, принимает каких-то идиотов приемное, понял? Вообще не поймешь, чем. За банки за какие-то меня спрашивают. Я ему спрашиваю, слушайте, может вы, блядь, воевать начнете? Нахуй вам банками заниматься. Зачем вам разбирать корпоративные конфликты какие-то, блядь, и так далее. Вы, блядь, призовите свою братву к порядку, чтобы они хуйнёй не страдали. Весь город отжимается, понимаешь, блядь? Бачками, балом, они приезжают, у них же не нужно никаких бумажек. Они же из этого, со Славянска. Они просто грабят город, блядь. Я ему пытаюсь сказать, давайте этим займёмся. Вы, нахуя вам, блядь, эти вкладчики, хуячки. 200 человек за день вы слушаете дебилов. Нахуя вам это надо? Зачем, блядь? 100%. Ну вот, то, что он талантливый, это, скажи мне, полководец, блядь, пиздит всему. Всё, он гробит миллионный город для того, чтобы убить 10 тысяч украфов.